Другим темам. Опыт курских дорожников впору перенимать многим регионам России. Такое мнение выразил генеральный директор ассоциации РАДОР Игорь Старыгин во время визита в Курскую область. Напомним, эта независимая организация создана в 1993 году. Ее главная задача отстаивать на федеральном уровне интересы дорожных управлений всех субъектов России. Стройка века. Юго-восточный объезд Курска. Третий заключительный участок дороги введут в эксплуатацию уже этой осенью. Здесь используют асфальтобетон последнего поколения. Европейский. Он рассчитан на то, что дорога будет стоять долго. Городительный срок на дорогу будет 12 лет. А вот такими машинами могут похвастаться далеко не в каждом регионе. Это шафер. Стоимость исчисляется десятками миллионов. Окупает себя очень быстро. Выполняет поверхностную обработку асфальта водонепроницаемым слоем из битумной эмульсии и щебня. Это обеспечивает отменное сцепление с дорогой и не только. Чтобы сохранить верхний самый дорогой слой асфальта. В течение года, двух-трех этот щебень стирается. Мы наносим еще один слой. Мы не производим очень дорогостоящий ремонт. Мы работаем рационально, разумно. И у нас есть что посмотреть. Тем более я был недавно на совещании у Сарата и местная дорога. Это небо и земля. Я, говорят, себя не хвалят и они себя, а своих дорожников. Но наши дороги гораздо лучше. Там проехать нельзя. И они это признают. Мы стараемся. И нам, дорожникам курским, не стыдно за свою работу. На ремонтные работы в этом году в области планируют потратить 2,5 миллиарда рублей. Дорог регионального значения станет больше на 10 километров. Те, что есть, содержат в хорошем состоянии. Это отметил и генеральный директор ассоциации «Радор» Игорь Старыгин. То, что мы сегодня увидели в Курской области, можно смело сказать, что область занимает достаточно высокое место. Выполняются большие объемы ремонтных работ. Практически по всем дорогам, по которым мы проехали, не видели ям. Многие субъекты брали бы пример с того, как организованы работы в Курской области. Новейшие технологии и современная техника значительно повышают сроки и качество работ. Итог может оценить каждый автолюбитель. Юлия Белякова, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.